Осень это, как известно, традиционное время для всевозможных подсчетов и итогов. Например, в октябре гражданам приходят налоговые уведомления. Но начисленная к уплате сумма может быть скорректирована в сторону уменьшения. Существует пять видов вычетов по НДФЛ. Об одном из них мы расскажем в следующем материале выпуска. Налоговый вычет на детей это одно из самых значимых преимуществ, которое предоставляется российским родителям. Он позволяет снизить налоговую нагрузку и улучшить финансовое положение семьи. Если годовой доход не превышает 350 тысяч рублей, то на первого и второго ребёнка начисляется по 1400 рублей в месяц, а на каждого последующего 3000 рублей. Вычет на ребёнка предоставляется работодателем. Как правило, он пишется работу дателя заявление с приложением документов, подтверждающих родство. То есть либо свидетельство о рождении, либо свидетельство об усыновлении. Вместе с вычетами на детей также актуален возврат средств за физкультурно-оздоровительные услуги. Этот вычет возможен с 2022 года. Список кружков за обучение, в которых родители могут получить налоговый вычет, не ограничен. Все они подходят под статью Налогового кодекса по расходам на обучение. Но есть несколько важных правил. В первую очередь они касаются самих кружков. Например, у учебного учреждения, где занимается ваш ребёнок, должна быть лицензия. Также можно получить вычет за образование и лечение ребёнка. В какой период времени это можно сделать? Если вы подаёте декларацию только для получения вычета, то это можно сделать в течение трёх лет с даты уплаты чеков. Важно отметить, что налоговый период длится с 1 января по 31 декабря. И если вы заплатили сумму, превышающую вычет, то на следующий год он не переносится. Подать декларацию можно на сайте Федеральной налоговой службы с помощью личного кабинета налогоплательщика. Это в разы быстрее и удобнее, поскольку есть возможность связаться с консультантом и избежать до 70% ошибок при заполнении формы. В таком случае необходимо указать только период и приложить документы, подтверждающие право на вычет.